Если вы часто готовите десерты и вам нравится угощать домашних вкусной выпечкой, вам обязательно понадобится фисташковая паста, ее используют при приготовлении бисквитов, кремов, готовится просто. Если вы любите готовить разные десерты, в рецептах вам наверняка встречался такой ингредиент как фисташковая паста, в магазине ее найти не всегда удается, зато такую пасту очень легко приготовить дома. Рецепт приготовления фисташковой пасты очень простой, для пасты нужны несоленые фисташки, если они очень сырые, просушите их в духовке, в фисташковую пасту по желанию можно добавлять немного орехового масла. Список ингредиентов, в конце видео. Если у вас не очищенный миндаль, залейте его кипятком и через минуту он легко очистится от кожуры, затем орехи подсушите на сухой сковороде или в духовке. Фисташки и миндаль необходимо смолоть в кофемолке или блендере с сахарной пудрой до состояния мюки. Вот такая мюка у вас должна получиться. Насыпаем в небольшую кастрюльку сахар и добавляем воду, ставим на огонь. Вкусняшки, подписавшимся. И варим до закипания и полного растворения сахара, ложкой не мешаем. Перемешиваем покачиванием кастрюльки. Выливаем горячий сироп в мисочку с ореховой мюкой, можно добавить каплю-две миндального ароматизатора. И перемешиваем сначала ложкой, а затем рукой. Получается примерно 200 грамм пасты. Готовую фисташковую пасту можно хранить в морозилке. Ставим лайк и подписываемся. Обещанный список ингредиентов. Фисташки, 100 грамм очищенные. Миндаль, 25 грамм очищенной. Сахарная пудра, 3 чайных ложки. Сахар, 50 грамм. Вода, 1,5 столовые ложки. Количество порций, 1. Комментируем, лайкаем или дизлайкаем. Подписываемся, чтобы не пропустить новые вкуснишки моего канала. Жду снова и желаю вкусного дня. Редактор субтитров А.Семкин